Добрый день, дорогие мои! В эфире из-за студии имени Степашкина и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня я нахожусь в багетной мастерской, и ролик я хотела бы записать о том, как правильно, как грамотно подобрать багет для вашей картины. Хочу вам объяснить и показать. Значит, смотрите, в современных багетных мастерских, как правило, существует два варианта оформления ваших картин. Есть багетная рейка из пластика. Есть багетная рейка из дерева. Соответственно, ценовые категории этих багетных рейк, они разные. Пластик, как правило, дешевле, дерево дороже. Но что еще важно понимать? Что есть рейка пластик узкая, есть широкая. И, в принципе, я не могу сказать, что современный пластиковый багет, он плохой. Чем же нам отличить? То есть, как нам в багетной мастерской отличить пластик от дерева? Сейчас я объясню. Срез пластика. Вот так вот в проекции я показываю, насколько это видно. Срез пластика и срез дерева отличаются кардинально. То есть, у деревянного багета мы наблюдаем волокна. Волокна дерева. И нужно понимать, что чем ваш холст на подрамнике больше, тем багетную рейку рекомендуют делать шире. Сейчас я вам постараюсь объяснить на примере. Перед нами летний натюрморт художника Кузнецова Николая. Значит, смотрите, проще всего я вам предлагаю подбирать багет на сравнении. И, конечно, очень много зависит от того интерьера, где будет висеть картина. Если интерьер достаточно такой вычурный, помпезный, если в нём преобладает много каких-то золотых тонов, пурпурных, то будет уместна багетная рейка с обилием золота. Но если интерьер достаточно спокойный и современный, для таких картин, я говорю о картинах, ну, такой классической, спокойной, академической школы, я бы посоветовала рейку более спокойную, с более ровным орнаментом. Сейчас я вам покажу на сравнение. Вот, посмотрите, картина в таких ампирных вензелях и та же живописная картина в спокойном классическом багете. Также существуют рейки тёмные и рейки светлые. Но здесь, смотрите, здесь нужно быть аккуратно с тональностью рейки и картины. Желательно, чтобы тон основного полотна и багета, он всё-таки отличался. Теперь, посмотрите, я специально одела на картину вариант узкого багета, и как бы неудачного, и попадающего в тональность картины. Обратите внимание, как это сразу обедняет композицию. То есть, такая вот невзрачная, узенькая, непонятная рейка, она сразу как-то картину обедняет. Это вот пример неудачного багета. А теперь, пожалуйста, посмотрите на другом образце. Почему я подчёркиваю ещё раз, что формат работы очень важен. То есть, чем больше формат вашего подрамника, тем он более удачно и красиво смотрится в той багетной рейке, которая шире. Вот на примере. Багет узкий и багет более широкий для формата где-то 70 на 100. на 50. Если формат вашего холста маленький, то вы должны понимать, что рейка багетная такая вот широкая, она будет наоборот композицию немножко задавливать. То есть, мы учитываем формат картины относительно толщины багета. Это важно. Теперь, как правило, если вы приходите в мастерскую, в багетную впервые, посмотрите, все образцы, они на стикерах, то есть, они откалываются от панелей. В среднем, вот здесь вот указана цена за один погонный метр багета. Ну, соответственно, стикер с артикулом. Что бы я ещё посоветовала начинающим оформителям, ни в коем случае не прибегайте в багетную мастерскую с картиной, буквально, допустим, если картина в подарок за последний день до мероприятия. То есть, как правило, 90% багетных мастерских им нужно какое-то время заказать багет, отвезти картину на производство и там её оформить. Это важно. И, как правило, всегда багетная мастерская за срочность заказа берёт доплату, доходящую до 50%. Также я немножко хотела бы коснуться оформления вышивок. Когда приносят вышивку, есть несколько вариантов решения. Есть такое понятие, как паспорту, которое мы рассказывали, как возможно сделать и создать в домашних условиях. Есть такое понятие, как кант под паспорту. Также существует паспорту, вот посмотрите, с разными фактурами. Под мешковину, под холст, напоминающий бархат. Как правило, мы рекомендуем вот такие вот вышивки рукотворные крестом или гладью. Обязательно размещать под стекло. И вот таким вот образом закладывается от вышивки определённое видимое поле паспорту, которое потом окаймляется багетом. Значит, обязательно вы должны понимать, что вот эта вот канва натягивается на специальную антибактериальную основу. И, возможно, работу сделать со стеклом или без него. Стекла также существует несколько вариантов. Стекло бывает обычное, художественное. Также стекло бывает, я вот сейчас не знаю, насколько здесь видно, безбликовое. И также стекло бывает музейного качества, то есть, которое практически вообще не видно. Паспорту, вот я просто вот так вот вам пролистаю, существует сейчас очень большое количество оттенков. Вот поэтому, когда вы приходите оформлять работу, обязательно приходите с запасом времени, потому что в среднем такое вот творческое, действительно удачное оформление, оно занимает, ну, минимум от получаса. Иногда до полутора часов. Потому что, конечно, человек, ну, начинает теряться в изобилии кантов, оттенков, вариантов багетной рейки. Ссылочку именно на эту багетную мастерскую я оставлю в описании. Мы находимся в Химках на улице Маяковска. Это, пожалуй, вся информация, какой я с вами хотела поделиться. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok